привет друзья с вами снова джинлав и сейчас мы продолжим настраивать дизайн нашего сайта и так сделаем и следующее сейчас мы выберем то как будет выглядеть наш сайт то есть он будет выглядеть во всю ширину то есть всю ширину экрана занимать либо он будет занимать и середку экрана да бокс это я сейчас вам продемонстрирую что мы делаем мы всегда входим в нашу панель управления да это я вам не буду показывать как сделать вы это должны знать вошли в эту панель и дальше нажимаете внешний вид настроить попадаем на панель настройки и смотрите здесь делайте следующее нажимаете на надпись loud потом стягиваете немного вниз и вот здесь вот такая еще надпись white loud это то есть означает сейчас у нас стоит сайт во всю ширину во всю ширину если мы нажмем сюда и выберем бокс лава то наш сайт будет боксом и как раз мы это сделаем то есть я нажал вы нажал выбором бокс лава нажимаю сохранить и опубликовать открою новую страницу 100 сайта и посмотрю какие произошли изменения то есть видите изменения нас такие теперь он выглядит таким образом боксом идет колонкой такой сайт вот в прошлый раз он выглядел вот так во всю ширину то здесь кому как больше нравится нравится сайт во всю ширину оставлять это как есть нравится сайты колонкой оставляем колонкой дальше смотрите если вы оставляете колонкой у вас еще есть возможность настроить фон сайта то есть вот это вот часть видите вот нас серая серая да вот здесь вот отображается серая можно здесь поменять цвет либо загрузить какую-то свою картинку как фон и это я вам также сейчас продемонстрирую смотрите я оставлю оставлю так как есть то есть вот я выбрал бокс лаут это колонка до сайт выглядит как колонка white лаут этого сайт во всю ширину я оставил как есть нажал сохранить теперь смотрите что мы можем сделать дальше теперь мы можем вы здесь вот поменять цвет фона или загрузить картинку сначала покажу как поменять цвет фона нажимаем свернуть все это дело и нажимаем здесь вот кнопочку цвета не кнопочку надпись цвета теперь ниже вы видите написанная надпись цвет фона нажимаете выбрать цвет и протягиваете вниз смотрите кликая под этим вот квадратиком с различным цветом вы выбирать в принципе цвета да вот переключаетесь вот и плюс смотрите перетягивая этот курсор вы также выбираете любой цвет вот я например поставлю цвет фона пускай будет вот такой вот желтый да желтый вот я перетянул сюда на желтый дальше смотрите можно также настраивать яркость цвета то есть перетягивая полоску вниз и вверх вверх он будет более контрастный а вниз он будет более такой неяркий мы настроим яркость то есть вы можете выбрать любой цвет и его задать его допустим выбрали например такой вот такой вот цвет да выбрали нажимаем сохранить опубликовать дальше нажимаем во вторую вкладку нажмем обновить страницу и посмотрим вот у нас обновился цвет фона то есть он стал вот таким вот светло-голубеньким дальше смотрите это не единственное что мы можем сделать мы можем естественно выбрать цвет но второе что мы можем сделать это поставить за место цвета какую-то свою картинку которая нам нравится сейчас нажмем выбрать цвет и нажмем кнопочку по умолчанию то есть он вернет нам цвет фона какой был раньше сохранить и публиковать нажмем на вторую вкладку обновим страницу вот вернулся старый цвет теперь заходим также эту панель нажимаем вот вверх сворачиваем цвета теперь смотрите что мы делаем мы нажимаем на надпись фоновое изображение нажимаем протягиваем чуть вниз и нажимаем выберите фоновое выберите изображение нажимаем дальше нажимаете загрузить файл потом нажимаете выбрать файл из своего компьютера заказ закачивайте любую картинку для того чтобы она отображалась до вас на сайте я уже картинку выбрал это будет вот такой вот асфальт выбрал картинку нажал открыть вот она загрузилась у меня нажал выбрать соображение и смотрите у нас она выбралась да теперь просто нажмем сохранить и опубликовать перейдем во вторую вкладку обновим страницу и посмотрим изменения вот у нас да произошли изменения появился такого цвет асфальта здесь вот такой появился цвет асфальта дальше вернемся еще раз сюда смотрите тут появились такие дополнительные настройки по поводу фона да можно настроить еще фон смотрите у нас стоит галочка замостить автоматически что это означает мы можем у да вот так как есть картинка можем сделать именно это замостить как бы синоним слова закрепить то есть мы можем закрепить по горизонтали да то есть картинка есть когда мы допустим закрепляем по горизонтали будет следующим образом она будет допустим начинаться от левого края вот картинка потом вторая картинка и третья картинка. Вот так будет. По горизонтали идти. То есть, допустим, выберем «Замосить по горизонтали». Нажмем «Сохранить». Нажмем сюда, обновим страницу, посмотрим, какие изменения. Ну, изменений больших не произошло. Почему? Смотрите. Потому что размер картинки очень большой. Там, 2000 на 1000 с чем-то. Она, в принципе, почти весь сайт занимает. Мы сразу заметили, что ниже появился белый фон. То есть, картинка у нас замостилась по горизонтали. То есть, располагается только по горизонтали. Это не совсем красиво, поэтому мы вернем назад. Допустим, «Замостить». Также можем замостить по вертикали. По вертикали. Еще покажу один пример. Просто один пример покажу. Сейчас оставьте «Замостить» и нажмите «Сохранить» и «Публиковать». Дальше. Смотрите. Позиция картинки может быть слева, по центру, может быть справа. Дальше. Вот такая вот интересная штука. Привязка фона. Сейчас у нас написано, стоит галочка «Прокручивать». Если мы нажмем «Зафиксировать», то будет совсем другое функционирование нашего фона. Ну, для примера покажу. Лучше это раз увидеть. Смотрите. Сейчас я обновлю страницу. Вот сейчас я прокручиваю вверх-вниз. И картинка, да, видно, она тоже движется, да? Она тоже движется. Она не стоит на месте, она тоже движется, прокручивается. Если мы выберем «Зафиксировать», то мы тогда фон зафиксируем. Нажмем «Сохранить» и «Публиковать». И вот обновим страницу. И смотрите, теперь картинка фон не двигается, стоит на месте. Вот. А все остальное протягивается. Прокручивается. Мне, допустим, такое нравится больше. И таким образом я это и оставлю. Смотрите, у вас может быть возникнет другая ситуация. Допустим, вы выбрали какую-то картинку, которая маленькая по размерам. И тогда у вас получится следующее. Я сейчас удалю это изображение для того, чтобы показать вам пример. Что может быть? Вы, допустим, выбираете какое-то изображение. Например, вот это, да? Ну, любое изображение какое-то вы загрузили и выбрали, да? Вот. Это чисто примеры. Сохранили, публиковали. Обновили страницу, и у вас получилось абра-кадабра. То есть непонятно что. Вот она несколько раз, картинка повторяется. Это что значит? Значит, вы выбрали картинку маленького размера. То есть картинка должна быть большой. Я верну все назад, удалю это изображение, выберу изображение, выберу свой асфальт, выбрать, и нажму сохранить и опубликовать. Итак, сохранили. Возвращаемся на эту страницу, обновим. Все. То есть я оставил так, чтобы асфальт был, фон был неподвижен. Вот здесь галочку я поставил зафиксировать фон. И галочка у меня стоит замостить. На этом мы этот видеоурок закончим. И уже увидимся в следующем видеоуроке. Это все закрываем. И встречаем в следующем уроке. С вами был Джин Лав. Пока.